Друзья, всем привет! Вы на канале Добыча Крипты и в связи с той ситуацией, которая сложилась в данный момент на геополитической арене, у русскоязычной аудитории появился вполне нормальный вопрос. Будут ли запрещать криптовалютные биржи в России? Как-то их блокировать? Что нам делать дальше? И как нам дальше хранить наши криптоактивы? И в этом видео мы попробуем разобраться, что будет дальше с биржами. Также я вам расскажу, какие биржи я использую, расскажу о своей стратегии, как я это делаю, какую часть своих средств я держу там, как не потерять на криптовалютных биржах свои деньги. Также поговорим о безопасности. Это очень важный момент в криптовалюте, о котором вы должны знать. Поэтому, как вы понимаете, это видео будет максимально интересным, полезным. Попрошу вас поддержать его лайком и мы будем начинать. Поехали! Ну и теперь давайте разберемся, какие же санкции и ограничения могут быть для нас, для россиян от криптовалютных бирж. И для тех, кто не знает, криптовалютные биржи зарабатывают с помощью торгов. То есть, да, там есть фьючерсная торговля, спотовая торговля, они берут за это комиссии. И также они зарабатывают с помощью листингов. То есть, листинг это появление новой монеты, нового проекта на криптовалютной бирже какой-то там либо, да. И, собственно говоря, нужно понимать, что чем больше комьюнити находится у биржи, тем, конечно же, эта биржа будет более востребована, эта биржа будет совершать огромные торги. И, собственно говоря, как таковая биржа делать какие-то блоки, да, и блокировать, скажем так, какие-то страны, но ей не совсем выгодно это делать. И на эту биржу, в принципе, какую-либо, да, могут как-то надавить извне. Такое тоже может быть. Но, тем не менее, биржа блокировать нас, да, то есть, такой лакомый кусок, это миллионы людей, ну, как таковое, нет смысла. И вот, например, да, мы читаем очень интересный пост о том, что нам нужно ожидать по ограничениям. И для тех, кто не знает, есть два вида криптовалютных бирж. Есть децентрализованная биржа и есть централизованная биржа. DX биржа работает по типу смарт-контрактов, да, то есть, там нет какого-то определенного собственника, владельца. И эти биржи, они, как правило, никому не подчиняются, то есть, они вот именно работают в облаке. А централизованная биржа, они больше там подстраиваются под власть, подчиняются, да, там государством, как, например, биржа Binance, да, то есть, там есть собственник, там есть руководитель. И чуть позже мы поговорим, как я рекомендую работать именно с централизованными биржами и максимально себя безопасить. И мы видим, что биржа Bitfinex в 2018 году пошла на поводу регуляторов и поменяла пользовательское соглашение, чтобы блокировать пользователей. Соответственно, это являлось массовым оттоком пользователей от этой биржи. И еще раз говорю, что биржам невыгодно делать такие вещи, менять пользовательское соглашение, из-за того, что огромное количество оттоков, конечно же, будет от этих бирж. Соответственно, читаем дальше. Всегда будут те, кто выигрывает в санкциях США, мое мнение, криптобиржи пока не пойдут на поводу у США. То есть, по большому счету, да, нужно понимать, что криптовалютным биржам, ну, еще раз говорю, невыгодно идти на поводу у США, то есть, делать определенные санкции, блокировать пользователей и, тем более, там, замораживать специально деньги у тех людей, которые, скажем так, не причастны к каким-то определенным там действиям и деяниям, о которых я расскажу немножко позже обязательно. И нужно понимать, что в данный момент подготавливается закон по регулированию криптоактивов на территории РФ. Соответственно, самые топовые криптовалютные биржи, которые являются централизованными биржами, такие как Binance, Hobby, заявили о готовности выполнять российское законодательство по отношению криптовалют, да, в целом. И готовы открыть собственные представительства в России. То есть, нужно понимать, что когда мы отправляем деньги на централизованную биржу, такую как Binance, Hobby, там есть огромный список этих бирж, нужно понимать, что эти активы, они уже не совсем вам принадлежат. И, соответственно, нужно очень правильно с этим работать и, естественно, не быть фанатиком какой-то определенной биржи и не вкладывать все свои деньги и держать там только в одной бирже. Такое ни в коем случае не рекомендую, немного позже мы рассмотрим остальные биржи, да, которыми я пользуюсь и с которыми у меня в данный момент нет абсолютно никаких проблем. То есть, с этим все понятно и буквально недавно нашел такую статью о том, что в сентябре 2020 года крупнейшая в мире биржа Binance была занесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. То есть, было судебное решение, но спустя несколько месяцев представительной платформе удалось добиться справедливости отмены. То есть, это была прям целая борьба, это были суды. И еще раз говорю, криптовалютным биржам, централизованным, невыгодно как-то уходить с российского рынка. Соответственно, они всячески борются за то, чтобы, ну, собственно говоря, работать в России. Ну, это не то, чтобы мои слова такие были, но мы сами понимаем, что тут огромное количество людей находится с криптоактивами. Соответственно, такой терять кусок пирога, ну, никто не хочет. Соответственно, спустя несколько месяцев представителям удалось добиться справедливости, и потому что в силу сыграл закон о цифровых финансовых валютах. То есть, его уже подготавливали в начале прошлого года, и я думаю, что скоро-скоро мы увидим что-то интересное. Далее, буквально, тоже недавно увидел еще интересный пост. Российский рынок готов развиваться при санкциях, заверил Путина Шохин. Шохин – это не последний человек, это высший министр экономики Российской Федерации, а ныне это российский государственный политик, общественный деятель, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей. И также он является президентом исследовательского университета, высшей школы экономики. То есть, еще раз говорю, это не последний человек, и буквально вот в его статье мы наблюдаем следующее, что мы нажимаем еще часть, и по его мнению, меминизация внешних рисков может быть достигнута за счет регулирования цифровых активов и налоговых стимулов для них. Бизнес поддерживает позицию Минфина и правительство по криптовалюте и просит не затягивать с легализацией, заявил Шохин. То есть, как мы видим, правительству невыгодно, да, как-то ограничивать криптоактивы, и также биржам тоже невыгодно как-то уходить с российского рынка. Поэтому каких-то либо там, да, изменений на данный момент я не вижу. Ладно, едем дальше. Теперь, что касаемо самих криптовалютных бирж и как с ними вообще можно было дальше работать. Например, да, мы сейчас смотрим CoinMarketCap, это именно топовый список криптовалютных бирж, и частично я там работаю с этими биржами. Опять же, да, я работаю с ними как? Естественно, я не храню там все свои последние деньги, в принципе, да, и всю криптовалюту, которая у меня есть, я, конечно же, там не храню, потому что эти биржи их взламывают, эти биржи скамятся, эти биржи также могут там, да, как-то заблокировать ваш счет, и об этом мы поговорим немножко позже. И также есть очень много там тонкостей, нюансов, собственно говоря, по которым можно просто попасть, да, на какой-либо бирже. Соответственно, я всячески рекомендую не хранить там все свои деньги, а где их хранить, я скажу в конце. Что касаемо криптовалютных бирж, в данный момент я нахожусь в Binance, также я нахожусь в Hobby Global, в бирже Gate и в бирже Bybit. Сейчас я объясню, почему я там вообще нахожусь, в принципе, в целом, да. Например, в бирже Gate находится огромное количество различных монеток, которые мы можем использовать, в принципе, да, и откупать. Тут находится 1300 монет, без двух, да, мы видим, и, соответственно, это, конечно же, огромный плюс для нас, как для криптоэнтузиастов. Также биржа находится в топе, то есть в топ-10, да, по версии KonMarketCap, и работает уже давно с 13-го года. Поэтому в этой бирже я храню там, да, определенную сумму денег, но, опять же, еще раз говорю, не все, конечно же, деньги я там храню. Далее я использую биржу Bybit, потому что у нее есть очень хорошие условия для новичков. Есть определенные способы для заработка, различные лаунчпады, лаунчпуды, NFT-направления, то есть эта биржа мне тоже нравится, поэтому эту биржу я также использую для дирсификации. То есть я не храню все свои деньги в одной бирже, и, опять же, я никому не рекомендую хранить там все свои деньги. Максимально разбивайте их, и чуть позже я дальше объясню, как можно это будет делать. Дальше, да, например, биржа Binance, это топовая биржа, это самая топовая биржа. Но понятно, что тут есть определенные моменты, с помощью которых мы можем также зарабатывать. Это лаунчпулы, это NFT, также какие-то либо там коллаборации с Binance, которые происходят. Как правило, они дают очень хорошие иксы, да, то есть там какие-то монеты новые появляются, которые резко начинают взлетать. Поэтому эта биржа самая топовая, она топовая вообще по оборотам. Ну, тут есть огромная, да, тут как бы преимущества, обороты, ликвидности, соответственно, этой бирже доверяет, ну, очень много людей. Поэтому Binance, это тоже топовая биржа, которую я рекомендую использовать. Далее, есть еще биржа Global, и, как вы понимаете, у каждой биржи есть определенные фишки и преимущества, с помощью которых мы можем зарабатывать. Например, в бирже Hobby есть такие интересные Prime List, которые нам дают возможность зарабатывать с небольших сумм какие-то существенные там деньги, да. Ну, также есть определенные там пулы, фьючерсы, торговля, там, ну и тому прочее. То есть у каждой биржи есть определенные фишки. Я работаю с этими четырьмя биржами, делаю диверсификацию, ну, то есть разбиваю свои деньги. Это не просто какие-то там слова непонятные, да, там что, там шаблонные, да. То есть я действительно рекомендую разбивать свои деньги на разные части, разные направления. И никогда не держать свои деньги в одном направлении. Потому что я всегда готов к тому, что закроют Binance, закроют Hobby, закроют Gate, там, или со скаминца Bybit. То есть я всегда к этому готов, друзья. И, соответственно, я рекомендую разбивать. Например, на бирже Gate у меня находится небольшая сумма, тут порядка четырех тысяч долларов. Там на бирже Bybit какая-то определенная сумма. На бирже Binance, на бирже Hobby. То есть по чуть-чуть везде все раскидано. И я все-таки этого придерживаюсь, потому что на моем опыте такого не было, но на опыте моих знакомых было так, что в один день у них просто скамилась биржа, и они сидели без денег. Так это и происходит жестко, ну, как есть. И дальше, что я могу порекомендовать, это то, что когда вы там планируете заходить на какую-либо биржу, есть определенные скидки. То есть вы когда заходите по ссылкам на какие-то биржи, то есть определенные скидки, бонусы, которые вам даются от блогеров или от тех людей, которые там рекомендуют какую-то биржу. И когда вы переходите по ссылкам какого-то блогера, то у вас есть возможность экономить на торговых комиссиях, которые вы будете в любом случае платить. То есть так устроены биржи, да, что они берут торговые комиссии за какие-либо там операции. Будете покупать просто криптовалюту, будете продавать, будете торговать на споте, еще где-то. То есть они берут за это комиссию. Соответственно, перейдя по ссылкам блогеров, вы просто будете экономить на этих комиссиях. Поэтому это в принципе информация в целом, да, я думаю, вам будет полезна. И теперь едем дальше. За что же могут блокировать, собственно говоря, да, там биржи наши деньги? В криптовалюте есть очень интересное понятие, такое как грязный биткоин. Что это значит? Это значит, что монета считается грязной или меченой, если она участвовала в операциях, которые напрямую связаны с незаконной деятельностью. Это отмывание, это преступление, мошенничество или совершение транзакции на торговых площадках Тартнета. Соответственно, какие риски? То есть самое плохое в этой ситуации, то, что держатель монеты даже не подозревает, что у вас есть этот биткоин. И, соответственно, из-за которого могут быть определенные последствия и проблемы. Если, собственно говоря, там, да, на вашу биржу, предположим, Binance переведут этот грязный биткоин, соответственно, вы можете быть заблокированы. И ваш счет также может там проверяться, назначатся какие-то проверки, будут расследования и тому прочее. И это, на самом деле, очень неприятная история. Вот. И, соответственно, как с этим можно бороться? Вообще, я рекомендую покупать криптовалюту с помощью P2P обменов. Также я рекомендую покупать криптовалюту на самой бирже. То есть, да, или делать определенные транзакции от проверенных обменников. Потому что такое есть, за это блокируют. И, как бы, да, то есть, такая история, она работает с грязным биткоином. Я сам с этим ни разу не сталкивался. Мои знакомые с этим тоже ни разу не сталкивались. Но это есть. И это вам нужно знать в целом, что такое существует. Дальше. Что касаемо безопасности самой биржи. Мы видим огромное количество разных видео, когда просто взламывают биржу, выводят оттуда деньги. И даже есть люди, которые занимаются этим. То есть, есть сервис по снятию двухфакторной идентификации и по выводу средств из криптобирж. Представляете? То есть, даже такое есть. Есть определенные условия. То есть, да, тут есть 60 на 40. Далее работает с логами. Ну, то есть, прям вот целый спектр, да, вот этих вот мошенников, он существует. То есть, и эта вся история, она не за горами. Поэтому, что касаемо этой ситуации, вообще, в принципе, в целом, да, безопасности. Я рекомендую, ну, делать так, чтобы, во-первых, о ваших документах мало кто знал, потому что их можно как-то подрисовать. И, соответственно, вы можете просто отправить свои документы кому-то, да, там, да, непонятному человеку, да, и еще как-то, если они пойдут как-то там гулять по сети. И человек просто может их подрисовать, что-то сделать такое, да, и будет такая ситуация, что они обратятся в биржу. Если, конечно, у них еще был там доступ к вашему имейлу, они обратятся к бирже. Далее они подменят эти документы. Такое уже было. И потом просто снимут факторную идентификацию, они поставят свои пароли и выведут оттуда свои деньги. Да, такая ерунда происходит, такое есть. Есть еще и документы, почту отправлял и не удалил их. Вот меня и взяли. Да, то есть, человек отправил там кому-то свои документы, дали его почту, взломали. И просто вывели деньги из криптобиржи. Также, да, есть еще такие случаи, когда вот у человека просто с помощью NFT, то есть взяли, вывели там плюс 200 тысяч долларов. Да, такое есть, это было на Binance, поэтому, ребят, давайте послушаем. Да, это все мои средства. И да, вот этот замечательный МФТ купим за 193 тысячи бьюзг. Да, у меня всего было 200 тысяч. То есть, мошенники нашли определенную уловку с помощью NFT, они совершили транзакции, обмен, и теперь их просто не найти. И такое существует, друзья. Поэтому, еще раз говорю, будьте максимально осторожны. Еще раз говорю, разбивайте свои деньги. Я об этом постоянно буду говорить, потому что это безопасность, это ваши средства. Если вы будете относиться к ним как-то пренебережительно, то, соответственно, вы, к сожалению, вы их можете потерять. Далее, да, что касаемо, например, телефонных номеров. Я рекомендую номера, на которые вы там вешаете биржи, банковские карты вообще, какие-либо аккаунты. Я рекомендую эти номера нигде не осветить, потому что, например, у меня там много разных номеров под разные биржи, и я, ну, слежу за этой безопасностью. Потому что это очень важный момент. Номера тоже взламываются, то есть, эти номера подмениваются, их можно взломать. Соответственно, это может тоже выйти нам боком. Далее, что касаемо вообще, в принципе, в целом, какое же количество средств хранить на биржах. Тут вам, конечно, никто не скажет точно, сколько необходимо хранить на какой-либо бирже, но я делаю это так. То есть, в данный момент у меня около 30% из моих активов, они находятся на биржах. Около 70% находятся на двух кошельках. Это децентрализованный кошелек Trust Wallet, у которого есть ситфраза, и которому нет ни у кого доступа. И также есть такой кошелек под названием MetaMask. То есть, это те кошельки, которые являются децентрализованными, к которым нет доступа ни у кого, кроме вас. Но тут очень важный момент, друзья, будьте тоже максимально осторожны в этом плане, потому что если вы подключитесь к какому-то непонятному сайту с помощью MetaMask или Trust Wallet, то с вас могут списать деньги. Это тоже такая, на самом деле, очень большая боль людей, которая только-только начинает работать с криптой и которая, ну, на этом очень сильно обжигается. Поэтому 300 раз припроверяйте, куда вы переходите. То есть, перепроверяйте ссылки. Далее есть в CoinMarketCap огромное количество информации, да, то есть различной. Соответственно, когда вы там подключаетесь к какому-либо сайту, монеты, еще к чему-то, то я рекомендую, ну, максимально мониторить эти сайты через официальные, скажем так, источники. Например, да, мы видим BNB, тут есть сайт Binance, далее мы тут видим код. То есть, все-все-все прописано на том же CoinMarketCap. Да, безопасность – это очень важный момент. И что касаемо средств, опять же, это моя такая позиция. Есть еще холодные кошельки, например, Ledger, Tether, на которые вы также переводите криптовалюту. И, собственно говоря, там можете хранить на отдельном носителе свою криптовалюту. Но в данный момент я не использую холодные кошельки. Мне хватает именно вот того, что у меня есть в данный момент. Чуть позже, я думаю, уже об этом начну задумываться. Вот, это, ребят, что было касаемо бирж, что касаемо вообще всей этой ситуации в целом. Думаю, прорвемся. Если биржи будут блокировать, то, опять же, я не думаю, что их как-то будут блокировать именно без возможности вывода средств. Потому что те биржи, например, которые я назвал, это топовые биржи. Если они будут просто блокировать массово средства людей, то к этим биржам просто не будет никакого доверия, друзья. Это тоже нужно понимать. Соответственно, репутация биржи, она очень играет большую роль. И если она будет здесь как-то подломлена, то, конечно, эта биржа уйдет куда-то вниз. И оттуда начнут массово люди выводить деньги по всему миру. То есть, не только в России, а еще где-то именно по всему миру. Поэтому я не думаю, что будут какие-то палки в колеса нам вставлять со стороны бирж. Ну и также мы видим, что российское правительство, оно все-таки хочет реализовать криптоактивы из-за всех этих санкций, из-за всей этой ерунды, которая происходит в данный момент. Им тоже выгодно именно заниматься вот всей этой историей. Все, друзья, на этом это видео подходит к концу. Если оно было для вас полезным, попрошу еще раз поддержать ее лайком. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы, которые вас волнуют, которые вас интересуют. Я все комментарии читаю на какие-то вопросы. Я также отвечаю. Мне будет очень интересно и, я думаю, для себя даже полезно почитать вашу обратную связь, как вы это все видите. Также ссылки на те биржи, которые я назвал в этом видео, они будут в описании под этим видео. Если вам интересно экономить и получать потом какие-либо различные бонусы, то переходите по ссылкам и забирайте максимальные скидки. Также переходите в мой телеграм-канал. Я периодически веду стримы, рассказываю, что я делаю, как я делаю этот скейншот от крайнего стрима, который был. Далее рассказываю о различных способах заработка, как я вкладываю, что я делаю. В общем, канал максимально полезный, интересный. Друзья, все. Спасибо тем, кто досмотрел видео до самого конца. Желаю вам успеха, профита. Берегите свои активы, деньги. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok